Шелковицу видела на рынке штамба в форме, привита на что-то в виде пагмы. Так, шелковица, вот, у нее родственник береза. Я сомневаюсь, что береза на березу привита. Она остается, шелковица на шелковице. Самый родственник шелковицы считается белая, черная, желтая, красная, все эти виды, они иначе не называются, вот, они на черной шелковице, а черной шелковице считается образа стыка. Вот, я такой простой взял, еще на тот момент, когда только с 70, вроде, но все-таки привил. Я дождался плодобношения, шелковица белая, она была, пусть сама родственник, да, она не замерзала. Вот. Ну, плоды были размером, вот, вот такой ноготь набедился. Вот. А шелковица у меня, вот эта темная, как ее назвать, темно-красная, ну, вы видели ее, да, она еще не плодоносила. Я думаю, ну, что это привитие, да, привила, у меня 20 или 30 период никогда не прошла. Я понял, что шелковица, шелковица, абсолютно не, ну, привать-то я умел уже тогда, что шелковица, шелковица, абсолютно не совместимы. Больше я про прививки не говорил и не советовал никому. Вот. А у вас что-то, она привита на что-то. Возможно, ну, вы видите как. Вот вы подошли, допустим, продавцу и говорите, ой, у вас шелковица, ой, на что привита. Если он понятия не имеет, ну, покупать ее, можно деньги выбросить. Вночь его, ну, настолько фанатичная, я вообще куплю рискнув. Купили рискнули. Вот. И вдруг что-то вырастет. Ну, я вам советую, ну, этим заниматься уже, как сервисионер. Так, Ольга Пушкарева, персики в Хабаровске. Так, тут, наверное, какое-то видео. Давайте пропустим. Дело в том, что, вы помните, вот когда здесь видео открываешь, и получается проблема, я боюсь. Может быть, у меня ее потом, а знаете, мы хитрее сделаем. Я сделаю вот так, копировать. Я вот здесь, мы запросили, раздаваться. Вот, отсюда дошелся следующий вид, да. Если это интересно, все-таки персики. Ну, скорее всего, это что, на Павловске. Скорее всего. Вот. А они у него укрылые или полукрылые. Мы посмотрим. Пока, извините, я вынужден не то, что отмахнуться. Не то, что отмахнуться. Ну, открывать здесь нельзя. Мы научно-корреким опытом. Владислав, здрасте, вопрос. Какая из вашей китайский и уссурийский хлеб подходит для подвоя, у которого вкус плодов хороший, если растить, как они, собственно, с ней. Но мне их всего несколько вариантов. Это самые вкусные. Это уссурийские желтые и китайские красно-желтые. Это самые вкусные, которые вот так вот ешь. Значит, китайские красно-синее имеют небольшой привкус. Их тоже можно кушать. Но их главная задача быть подвоями. Самые, они прекрасно совмещены и с персиками, и со сливами. И если у вас нет, все, про абрикосы, про молчьи, потом меня ругать будете. Абрикосы нам сложнее. Вот, и так, уссурийские только вкусные, но не привать. На желтые я не люблю привать. У меня был один провальный год, до сих пор аллергия. Да, уссурийские в качестве подвоев. Китайские в качестве подвоев. Красно-желтые и красно-синие. Есть еще красно-розовые, тоже вкусные. Ну, видите, они растут недалеко друг от друга. Они перепылятся, вы, допустим, закажете желтый, красный-желтый. Вы закажете красный-желтый, кажется, желтый или красный. Потому что это в красочек, вариантов много. Поэтому, я считаю так, заказывать надо по принципу. Вот, как там было в этом слове. Таблетская жадность и доктора. И того побольше, тех и тех побольше. Вот только так у вас получится сад. Доведите до плодоношения, это все 4-5 лет. Вообще, вы не благодарны, и все 4-5 лет у вас сливы. Вот, как правило, вкус не ухудшается, потому что некуда ухудшаться. И сроду никто не привел. Есть еще. Возможно, даже улучшенный вариант плодоношения, потому что они все-таки в смешанном саду. Помните, как меня пытались опустить? Опустить с теми разъемки. Вот, в хорошем смысле. Вот, если у них сейчас есть еще отцы, а что за отцы? Ну, а дикарей-то нету в сливе. Значит, кому испортится, некому. А из сотни и тысячи поколений никто не привал. Здорово. Значит, вы можете иметь прекрасный сад и слив. Так, теперь. Так, Владислав. Еще вопрос. Все-таки шелковицы зимой продаваться будут? Делайся в случае, дерево, которое сейчас я изуродовал, я не скрываю. У меня растет 5-7-1,5 летних. Это, чтобы, это как бы страховой фонд. А это единственное шелковицы. Я бы не стал ее калечить. Но у меня же никто не собирается дать денег на развитие этого. Именно как науки. Как селекции. Вот, никто. Ни копейки. Поэтому я вынужден продавать черенки и отчисло дерево калечить. Вы видите, когда вот так отрезаю, а здесь несколько веток мощных. Вот здесь отрезаю. И посылку. И так получается раны вот такого размера. Вот как пальцы. И тогда первый раз не выдержали. Было несколько лет назад. Я такую же компанию устроил. Такую же рекламу. Был прекрасный урожай. А потом она практически погибла. Солой ствол. Вот она сейчас стоит черный, мертвый. А ниже пошла другая ветка. И опять 4-5 метровое дерево восстановилось. Сейчас у нее плодов немерено. Правда, 3 четверти на сторону соседа. Который калитку забил. Чтобы туда не ходить. Вот вот. Это самое. А тут получается, что я буду ждать. Сейчас на ради не скажу. Я буду ждать чего? Я буду ждать той самой осени. Зимы. И к зиме будет ясно. Погубил я дерево или нет? Так что все вопросы отпадают до зимы. Пушкарева скопировала и вставила. Все работает. Ага. Это значит в Перске и Хабаровске. Солка работает. Так. Школа Северной. Я догадывался, что это чудо палого. Я видел этот ролик. Свинин. Предварительно пишу 23. А что такое предварительно пишут? Так. Татьяна. У меня растут. Персики отсюда палого по кровной форме. В этом раз в Севере вы пережили минус 50 под укройки. Только у вас же и 50 было. Ёх. Да. Без укройки не буду. И дальше вращать и кровать лазим. Но хруст поднимрали у вас 50 было. У вас утряда в этот самый. Не все. Не буду сравнивать. Не буду пугать. Так. Татьяна снова пишет. Подождем. Северной пишет тоже. Подождем. А куда нас пишет? Ковыда, да те уже ушли. Черники должны прийти. Нет. Значит, черники не придут 23. Черники придут буквально через день-два. Значит, что я заметил. Даже когда ускоренная посылка, дорогая, которая стоит 600-700 рублей, пересылка. Вот. Она идет в считанные дни. А они запасаются, называя такой длинный срок. То есть, как бы еще неделя. Вот. Для того, чтобы не... После этого срока они теперь будут виноваты и еще вам должны останутся. Вот. А с ними можно судиться. С них можно тряхивать деньги. Поэтому лишнюю неделю они накидывают. Посмотрите. Придет гораздо раньше. Другое дело, что я вас прошу сообщить, сколько дней. Пока рекорд 4 дня. Санкт-Петербург на самом крае света от меня. 4 дня пока вот такое. Вот. И это хорошо. Значит, есть шанс. А если бы 14 дней, то уже кто его знает, какими бы были бы теплее. Эти самые... Ведь все зависит только теперь от листьев. Листья дадут фотосинтез. А отрастут корни. Не дадут, не отрастут. Все те, которые учат, что у дерева много веток. Вот. 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 У нас. Торжествует вот эта вот подлая вещь. Когда люди, не сведущие ни в чем. Вот. Празднуют вот этот самый праздник их. Вот. Пришел этот праздник. Это интернет. Вот. Это значит, что пришли бесы, или как еще назвать. Так. Татьяна пишет. Привела абрикос поздний Филиппи. У нас или его? Три штуки растут. Буду один перегибать в земле. Вот. Два выращивать, как дерево. Посмотрю. Как наши зимы подойдут или нет. У нас сурого зима. Ну. Ставьте меня в известность. Я буду только рад этому. Если вы мне дадите новую информацию. Минус пятьдесят. Придумать такое. Не придумать, а сообщить. Так кажется, мы закончили наш сегодняшний разговор. Вот. Я работал. Я все, что рассказывал, о душе. Вот. Двадцать шесть часов. Это только для того, чтобы в стране что-то изменилось. Чтобы кто-то там наверху схватился за голову и сказал, господи, это сколько можно не замечать. Вот. Торжествует невежество на всех уровнях власти. Вот. Ничего не меняется. Годы идут. Я уже в отчаянии. Скоро уходить. А толку никакого. Ну что. Кажется, никто ничего не пишет. И мы с вами будем прощаться. Ну как. Конечно. Не забывайте, что книги надо. Выписывать. Потому что тот же, тот же, это записки засеруженного судовода. Последние. Потом уже никогда их не достать. Так же, как пролетели с книгами в Боднерах. И никогда теперь вы их не увидите. Потому что их надо было издавать тысячами, тысячами, тысячами. Но не сбылось. Вот. Косточки видели схожесть. Видели качество. Тоже надо. Это самое главное. Начиная от младширских. Кончая академиками. Которые никогда не задичают. Сколько бы ни эти самые. Не ворочали угловые люди. Которые сами не растили. Но которых шикарное образование. Это образование. Их всю страну довело до такой этой. Помойки. Состоятся сады буквально. Подмосковье. Господи. Сколько деревьев. Мучаются калеки. Несчастные. Вы знаете, самая страшная беда в Подмосковье. Я недавно опять услышал жалобу. Подмосковье много этих дождей. Это значит, что все, что там называется паршой. Все это есть. Деревья гниют. 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 Ключая. Я даже не сомневаюсь, что там. Вот я. В Академии Тимирязева. Тимирязевской Академии. Как при мне. Это был страшный ужас. Это не сад. Это одна сплошная болезнь. Маниллезов. Которая чисто внешнее проявление. И паршой. Страшно. Смертельно. Весь Тимирязевский сад. Изувечен. Тля. Сожрала все, что можно было сожрать. Я думаю. Может быть, когда от них пытались землю отобрать. Сокрыть ее. Может, знали уже об этом. Все равно без толка все это. И все дальше сады. Все изувечено. Все, ребята. Давайте попробуем теперь это. По-другому. Давайте сами. Я жду вас уже в качестве. В качестве покупателей. Причем вам не тук-тук предводят. До свидания, друзья. Спокойной ночи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok